В третьем акте был на сцене представлен дворец, в котором горело много свечей и повешены были картины, изображавшие рыцарей с бородками. Впереди стояли, вероятно, царь и царица. Царь замахал правую рукой и, видимо, рабея дурно пропел что-то и сел на малиновый трон. Девица, бывшая сначала в белом, потом в голубом, теперь была одета в одной рубашке с распущенными волосами и стояла около трона. Она о чем-то горестно пела, обращаясь к царице, но царь строго махнул рукой. Из боков вышли мужчины с голыми ногами и женщины с голыми ногами и стали танцевать все вместе. Потом скрипки заиграли очень тонко и весело. Одна из девиц с голыми толстыми ногами и худыми руками, отделившись от других, отошла за кулисы, поправила корсаж, вышла на середину и стала прыгать и скоро бить одной ногой, а другую. Все в партере захлопали руками и закричали «Браво!». Потом один мужчина стал в угол. В оркестре заиграли громче в цимбалы и трубы, и один этот мужчина с голыми ногами стал прыгать очень высоко и семенить ногами. Мужчина этот был Дюпор, получавший 60 тысяч рублей серебром за это искусство. Все в партере, в ложах и райке стали хлопать и кричать изо всех сил, и мужчина остановился и стал улыбаться и кланяться во все стороны. Потом танцевали еще другие с голыми ногами мужчины и женщины. Потом опять один из царей закричал что-то под музыку, и все стали петь. Но вдруг сделалась буря. В оркестре послышались хроматические гаммы и аккорды уменьшенной септимы, и все побежали и потащили опять одного из присутствующих за кулисы, и занавес опустилась. Опять между зрителями поднялся страшный шум и треск, и все с восторженными лицами стали кричать «Дюпора! Дюпора! Дюпора!». Наташа уже не находила этого странным. Она с удовольствием, радостно улыбаясь, смотрела вокруг себя. «Но сепак, и лет адмирабле, Дюпор!» — сказала Элен, обращаясь к ней. «О, oui!» — отвечала Наташа.